Для того, чтобы приступить к построению подземного пешеходного перехода, первое, что нам надо сделать, это определить места, где будут располагаться наши пешеходные переходы. В данном случае у меня будет три подземных пешеходных перехода. Итак, в середине вычерчиваем кольцо радиусом 10 метров и оси, то есть оси нашего будущего подземного перехода. Делаем их на средину каждого сектора этого кольца. Итак, после того, как это сделали, необходимо построить проектную поверхность земли. Как это сделать? Я буду вычерчивать в данном случае подземный пешеходный переход вот в этом месте. Итак, первое, что нам необходимо, это построить нашу поверхность земли, то есть уже проектную. Для этого воспользуемся командой размер, измеряем расстояние между уже известными двумя отметками 620 и 619, это 48 с 68 метров. Итак, мы делаем засечку, отлаживаем 48 с 68 метров, опускаем. И мы знаем, что разница между горизонталями у нас в единицу, то есть выбираем, опускаемся вниз на 1, то есть получаем, то есть 620 отметка, 619 отметка и расстояние между ими 48 с 68. В результате мы получаем вот такую наклонную, то есть это наша поверхность земли. После этого нам необходимо провести ось нашего будущего пешеходного перехода. Проведем его в произвольном месте. Итак, теперь что нам необходимо, это определить эту отметку, то есть проектную отметку земли на оси пересечения земли и оси будущего пешеходного перехода. Для этого, так как мы уже провели ось, и у нас есть уже проектные горизонтали после вертикальной планировки земли, определим отметку этой точки. Для этого воспользуемся командой размер, расстояние между горизонталями, расстояние до точки, выбираем калькулятор. Итак, общая длина у нас 9,99, разница у нас в 20 см, значит 20 делим на 9,99 и умножаем на 8,7. Получаем 17,41, то есть отметка в данном случае будет 619, у нас уже есть тут 60, плюс 17,41, то есть 619,77, ну будем округлять больше, давайте 617,78. Итак, расставим отметку, я уже сделал заготовочку такую, перенести, и так 619, мы определили координату этой точки, отметку этой точки. 619,78. Далее, нам необходимо опуститься на 80 см вниз. На этой глубине от проезжей части у нас будет залегать непосредственно наш подземный переход. Ширина подземного пешехода определяется согласно ДБН В235-2001, пункт 3.22. Итак, для тоннеля у нас 1 метр пропускает 1000 пешеходов в час. Мы знаем, что у нас в самом загруженном сечении проходит 2900 пешеходов, то есть можно принять ширину пешеходного туннеля 3 метра. Ну, давайте примем 4 метра, пусть будет с запасом. Итак, после этого у нас должен запроектироваться сам подземный пешеход. Итак, я напоминаю, мы определили, что ширину мы возьмем 4 метра, то есть 2 метра откладываем в одну сторону и 2 метра в другую сторону. Теперь нам нужно определить высоту нашего пешеходного туннеля. Опять-таки, воспользуемся ДБН В235-2001. Итак, в пункте 2.32 сказано, что высота от потолка в самом высоком, от самой выступающей конструкции должна быть не менее 2,3 метра. Значит, опустимся на 2,3 метра. Вот так. Вот мы получили нашу конструкцию подземного пешеходного перехода. Далее нам необходимо определить отметки. Верха и низа нашей конструкции. Итак, мы знаем, что у нас точка пересечения проектной поверхности у нас находится на отметке 619,78, минус 0,8. Это глубина до самого подземного пешеходного перехода, получаем 619,98. И высота самой конструкции подземного пешеходного перехода 2,3 метра, то есть минус 2,3, получаем 616,68. Также в ДБН В235-2001 сказано, что необходимо предусмотреть поперечный уклон в подземном переходе. Вот, в 10 промилле, я напоминаю, это пункт 3,25. В тоннелях допускаются продольные уклоны и поперечный. То есть... Так, опять-таки я уже сделал заготовочку. 10 промилле, это 0,0,1. Так, далее определяем отметки в конце тоннеля. Не в конце, а в конце, то есть на краях нашего пешеходного перехода. Итак, 616,68 минус 0,0,1. Ширина, я напоминаю, у нас половины тоннеля 2 метра. Умножить на 2 равняется 600... 616,68 минус 0,0,1 умножить на 2 метра. 616,66. Так, далее в ДБНе В-235-2001 сказано, что в пешеходных тоннелях нужно предусматривать пандусы. То есть, сейчас найдем этот пункт. Итак, ширину пандуса. Так. Ну, как сказано в методичке, то есть спуск в тоннель может быть в виде ступеней, и так и в виде пандусов. Но, как мы заботимся о людях с ограниченными возможностями, предусмотрим наш подземный переход с пандусом. Так. Мы видим, что в данном случае пандус лучше... Пандусом лучше будет выйти на эту сторону, а ступенями на эту сторону. Также в ДБНе В-235-2001 сказано, что в уклон ступени не должен превышать 1 к 3,3, при этом размер 12 на 38 сантиметров. И в одном марше не должно быть более 12 ступеней, при том, после каждого марша необходимо предусматривать площадку шириной 1,5 метра. Уклон пандуса должен быть не более 60 промилле, при соответственном доказательстве, ну, то есть обосновании, можно в очень трудных, стесненных условиях до 80 промилле. Итак, приступим. Мы знаем, что у нас одна ступень 12 на 38 сантиметров, то есть 0,12 и на 0,38. 0,38. Так, сделаем другого цвета, чтобы они выделялись. Итак, сделаем красными. И теперь будем копировать и сразу же считать. Итак, это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Одиннадцатая, не более двенадцати, значит, двенадцатая. Далее у нас площадка шириной 1,5 метра. И далее опять ступени. При этом необходимо предусмотреть уклон на площадке и на ступенях уклон должен быть 15 промилле. Ну, мы не будем показывать в данном случае, что здесь есть уклон. Просто покажем условным, ну, можно показать условным обозначением. Опять-таки скопируем нашу заготовку ступени и продолжим. Далее ее копировать до, пока не выйдем на уровень наш проектной земли. Итак, две ступени, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Далее площадочка снова 1,5 метра. И снова ступени. Так, раз, два, три, четыре. Так, вот мы вышли, но давайте еще продолжим. Вот так вот. Теперь, после того, как мы вышли на поверхность, нам необходимо предусмотреть также одну ступеню, которая не будет давать возможность стекающей воде попадать в наш подземный переход. Так, для этого нам необходимо также предусмотреть площадку шириной 1 метр и глубиной, ну, то есть высотой 10 сантиметров. Вот у нас уже получается более даже чем 10. Пусть будет даже больше. То есть у нас получилось 0,17. Ну, такая довольно высоковатая получилась ступень у нас. Давайте сделаем все-таки меньше. Так, а если мы сделаем меньше, то... Так, скопируем. Так, если не будем понимать, то у нас высота будет... Ну, 5 сантиметров. Да, 5 сантиметров это мало, конечно. Ну, значит, оставим такую высоту. Или сделаем просто последнюю ступень. Не 12, допустим, сантиметров, а... Допустим... 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 6. Вот так вот. мы получили 11 сантиметров но это уже нормально человек спокойно сможет поднять ногу без затруднений но опять таки это случай индивидуальный это зависит от наших инженерных геологических условий то есть в вашем случае может быть по-другому итак теперь мы указываем на ступенях разворачиваем нужном направлении и указываем что у нас уклон на ступенях 1 к 2 и 3 1 к 3 и 3 если я не ошибаюсь сейчас посмотрим дбн 1 к 3 и 3 размер 12 на 38 и так вот и так же скопируем на второй марш и так же укажем что у нас на площадках также есть уклон 15 промилле либо 0,0,15 сделаем чуть поменьше угол наклона так вот далее нам необходимо запроектировать пандус то есть нам необходимо соединить нижнюю точку нашего подземного пешеходного перехода с поверхностью земли но при этом соединить так чтобы у нас уклон был не более 60 промилле ну в данном случае приходится только экспериментировать и так ну как известно давайте сначала где-то на 30 метрах метрах попробуем это сделать так продлим нашу проектную поверхность так соединим нашу поверхность отметку низа пешеходного перехода с проектной поверхности так теперь нам нужно узнать отметку в этом месте выхода нашего пандуса нам поверхность для этого используемся итак мы знаем что это у нас 619 98 давайте поднимем на 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 вот так проверим себя допустим на 7,8 0.002 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 619.78 минус 0.8 получается 618.98 то есть здесь если минус 618.98 98 минус 2.3 получится 616.68 да я описался значит сделал описку значит 616.600 значит у нас здесь получается отметка 619.12 619.12 минус 616.66 2.46 разница между отметками и расстояние как мы уже знаем мы взяли 30 получаем 82 промилле это большой уклон значит удлиняем давайте сделаем длини на 15 метров то есть сделаем 45 метров продолжим продолжим нашу проектную поверхность еще дальше получаем получаем что у нас это 619 отметка у нас точка пересечения на 0.19 ниже значит 619 минус 0.19 получаем 618.81 618.81 минус минус 616.66 разделить на 45 получаем 0.47 и 0.7 промилле что у нас ну то есть 47.8 промилле нас это вполне устраивает в данном случае также в месте выхода на поверхность необходимо предусмотреть площадку также длиной 1 метр и высотой там 10 сантиметров так возьмем 0.1 и длину зададим этой площадке 0.1 далее переместим эту нашу площадочку можно даже чуть больше будет ничего страшного и обрежем наш вот наш пандус я его продлил теперь обрежем его в месте соприкосновения с этой площадкой то есть можно показать ширина этой площадки длина этой площадки 0.1 после этого необходимо указать уклон можно еще немножко подкрутить так я напоминаю уклон у нас получился 44 47 и 7 десятых промилле 47 и 7 даже 8 десятых промилле так еще еще нам необходимо как сказано в дбн в 235 2001 предусмотреть парапет то есть ограждение в виде парапета высотой 0,7 метра и 0 не менее 0,4 метра от бортового камня то есть и так мы допустим перпендикуляры то есть нам необходимо так как у нас 0,7 метра высота необходимо сдвинуть эти оси что мы провели перпендикуляры на 1 метр в одну сторону и в один метр в другую так теперь вычислить высоту 0,7 метра и с командой смещением 0,7 есть в этом месте обрежемся относительно наших вспомогательных линий проверим высоту в этом месте также 0,7 также 0,7 и в конце нашей площадочки посредине закончим закончим наш наше ограждение защитное 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 так также сделаем и в этом месте со стороны пандуса так теперь вспомогательная линия нам не понадобится также проставим так далее нам необходимо еще будет проставить отметки в этих местах в местах пересечения в местах выхода пандуса на поверхность земли здесь в местах соприкосновения то есть указать высоту парапета то есть в этом месте и внизу конструкции также что еще предстоит сделать мы показали разрез нашего подземного пешеходного перехода также нам необходимо показать теперь наш подземный пешеходный переход в плане то есть вид сверху для этого опустим перпендикуляры вспомогательная линия то есть в этом месте проведем вспомогательную горизонтальную линию итак мы знаем что ширина у нас парапета 0,5 метра с командой смещения сместим наш парапет на 0,5 на 0,5 метра далее у нас ширина наших ступеней так мы уже взяли как мы уже и ранее говорили по дбмв 235-2001 в зависимости от максимальной пропускной от нагрузки в час пик итак мы приняли что у нас 4 метра так значит скопируем сделаем с помощью команды смещения через 4 метра укажем сместим нашу линию то есть эта линия у нас то есть этот промежуток у нас будет будет располагаться ступени а в этом пандус так теперь опять покажем ширину нашего парапета опять команда смещения на 0,5 далее продлим наши линии помогательные и обрежем вот так мы получили часть подземного пешеходного перехода вид сверху то есть в плане для части со ступенями и для пандуса теперь опустим перпендикуляр в месте где у нас заканчивается ступень также месте где у нас заканчивается наш парапет с помощью команды обрезать по обрезаем вспомогательные линии то есть в этом месте у нас закончился наш парапет далее необходимо показать наши ступени итак воспользуемся вспомогательными линиями вертикальными так можно сделать это быстрее выбрав сразу несколько уже залиптовок теперь опять-таки обрежем все ненужное нам вот таким вот образом мы получили то есть часть со ступенями также сделаем и с частью где у нас запроектирован пандус опять-таки проводим вспомогательные вертикальные линии обрезаем теперь нам нужно показать ось я делаю все на одном слое лучше это сделать сразу на нескольких слоях чтобы было все понятнее все имело свою толщину линий что потом не переделывать по несколько раз переносить на слои так опять теплинии осевая свойства свойства указать также у нас же здесь тоже защитный парапет то есть сместить еще в этом месте на 05 здесь на 05 и обрезать все лишнее так вот да еще чтобы стало понятнее вот так вот вот так вот теперь теперь все-таки вернемся к простановки размера показываем площадку шириной 1 метр далее ширину ступени одного марша далее площадки наши полтора метра далее второй марш и третий марш также указать ширину пандуса и ширину вспомогательной площадки то есть ширину площадки это дополнительное при выходе ну тут как получилось тут же площадка один метр и чтобы обеспечить здесь высоту 0.1 метр нам пришлось сделать немножко продлить еще наш пандус теперь еще нужно проставить высотные отметки то есть здесь поставить высоту ограждающей ограждающего парапета низ парапета вверх и низ площадки этой входной также в этом месте вверх низ парапета здесь вверх и низ парапета и вверх-низ входящая площадка также расставить размеры на плане все размеры нужно проставить продольные поперечные то есть у нас получилось ширина парапет на парапета 0 5 метров ширина пешеходной части 4 метра расстояния здесь 32 метра да здесь немножко получилась ошибка здесь ширина должна быть 3 метра здесь тоже 2 метра да я тут тут в этом месте необходимо было сделать я здесь сместил намного в этом месте должно было быть 3 метра ширина но это легко исправить так далее ширина длина у нас всего пандуса и вся длина пешеходного пешеходного пешеходных маршей после этого как проставили все размеры можно считать что подземный пешеходный переход построен таким же образом строится все остальные пешеходные переходы в этом случае мы построили для этого участка необходимо еще будет построить для этой части и для этой части далее после того как мы построили это нам необходимо на план наш план перенести будет перенести размеры и вид нашего подземного перехода так 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 Продолжение следует...